Всем привет! С вами Анастасия Кривицкая и сегодня я хочу поделиться с вами информацией о модных трендовых аксессуарах, украшениях, головных уборах, шарфах, сумках и так далее. Вы просили меня снять и рассказать более подробно на эту тему, когда я писала в инстаграм немного об украшениях. Поэтому держите! Я надеюсь, что это видео вам понравится и будет полезным. И обязательно подписывайтесь на канал, потому что в следующем видео я уже готовлю для вас кое-что интересное, где хочу поделиться своими приемами и лайфхаками, как быть красивой и стильной зимой. И нажимайте на колокольчик, чтобы наверняка не пропускать новые видео. Предлагаю начать с сережек. Так сказать, вооружиться знаниями перед праздниками, потому что уже совсем скоро Новый Гор. Итак, в тренде экстремально длинные сережки. Такие серги создадут достаточно яркий элемент в образе. Я бы сказала, они полностью заберут на себя все внимание, поэтому советую надевать под какой-то нейтральный наряд. В тренде элегантный жемчуг. Он стал самым главным трендом этого сезона, этого года и продолжает удерживать внимание на себе. Поэтому, если вы все еще не обзавелись украшениями из жемчуга, то самое время в таких украшениях вы всегда будете выглядеть изысканно и красиво. Остаются также в тренде серги из толстого такого металла. Это может быть золото, серебро или какой-нибудь другой металл, который также такой немного помятый, я бы сказала. И скажу по своему опыту, такие серги очень классно разбавляют самые повседневные образы, ту же футболку, джинсы, надеть вот серьги и смотрится уже совсем по-другому образ, более интересно и красиво. Ну а если вы потеряли сережку из любимой пары, то ничего страшного, не стоит расстраиваться, потому что в этом сезоне особенно актуально носить разные серьги. То есть можно миксовать разные пары. Или как вариант, иногда достаточно одной сережки. Иногда одна серьга имеет значительно выразительный вид, чем две одинаковые. Главное, стильно это предподнести. Также можно смело покупать длинные блестящие серьги в стразах. Советую присмотреться к ним уже сейчас, так как такие серьги идеально впишутся в любой праздничный наряд. Вернее, они как раз помогут любой, даже самый обычный наряд сделать более праздничным и волшебным. В тренде также остаются серьги кафы и серьги кисти. Браслет. Браслеты, наверное, не самый популярный аксессуар зимой, потому что за массивными и объемными свитерами их не очень видно, особенно если они какие-то маленькие, незаметные. Поэтому я сейчас советую присмотреться к браслетам более массивным и таких больших, из дерева, металла, пластика или из кожи. И надевать такие браслеты поверх ваших свитеров, блуз, рубашек. Я лично уже обзавелась браслетом из кожи, в одном из видео уже показывала вам. Он очень красиво сочетается, как и с грубыми свитерами, так и с блузами и платьями. Самые модные украшения на шею, которые нам предлагают носить дизайнеры, это цепи и цепочки из промышленных материалов в стиле гранж. Смотрятся очень эффектно, они прекрасно сочетаются с любым нарядом и с более каким-то женственным нежным платьем и с обычной футболкой, рубашкой, пуловером или даже водолазкой. К моду снова вернулись чокеры, но уже не те чокеры, которые были актуальны несколько лет назад, а чокеры со стразов и драгоценных металлов. Кстати, советую присмотреться, если ваш новогодний наряд не сильно праздничный, не блестит, то такой чокер сделает его очень красивым и более нарядным. И, конечно, остаются актуальными медальоны с изображением святых на тонкой цепочке, с декором из жемчуга или, например, такие листочки нежные тоже на тонкой цепочке. Такие украшения стильно разбавят повседневные образы и однотонные свитера, пуловеры, а весной блузу и футболки, поэтому если вы все еще не обзавелись подобным украшением, то очень советую, оно очень универсальное. Что касается колец, то главное, что нужно о них знать, кольца должны быть яркими, массивными, которые сразу бросаются в глаза. Это могут быть как и кольца под золото или серебро, так и с камнями, из дерева или обычного металла. Главное, чтобы оно было необычное по форме и оригинальное. Но, вот что еще важно знать и помнить, не стоит надевать все украшения на себя сразу. Запомните такое правило стиля, что в образе должно быть максимум три акцента. Не перестарайтесь, не стоит превращаться в ворону, которая бросается на все блестящее. А теперь о самом главном женском аксессуаре, дамской сумочке. Какую же сумочку выбрать в 2020 году? Это зимой особенно актуальные сумки с оригинальной меховой отделкой. Это может быть как полностью вся сумка из искусственного меха, так и какая-нибудь деталь на сумке, например, карман или ручки. И здесь как раз можно схитрить, не обязательно покупать такую сумку. В следующем году она уже может быть не в тренде. И я прежде всего всегда говорю вам, что я за практичность, за универсальность. И если особенно вы ограничены в бюджете, то лучше купить одну хорошую качественную сумку, которая прослужит нам не один год, чем тратиться на вот такие вот быстротечные тренды. И здесь в принципе тоже можно обыграть этот тренд и при этом бюджетно купить кусочки искусственного меха, или возможно он у вас есть, подобрать нужный оттенок под свою любимую сумку и обработать, например, ручки. Лично я так и хочу сделать. На днях заказала качественную кожаную сумку от бренда Mills Carta в строгой форме, в классическом стиле. Кстати, сумки в строгой форме можно вывести как отдельный тренд, потому что сейчас в моде на сумки именно царит строгая геометрия. Модели с четкими формами, без единой лишней детали. Этот тренд для таких ценителей минимализма, как я. При этом формы могут быть совершенно разных геометрических фигур, трапеция, треугольник, пирамиды, кубы, квадраты. Я очень редко меняю сумки, не люблю перекладывать вещи, сильно привыкаю к одной сумке, поэтому если уже заказываю, то заказываю качественную, универсальную, практичную сумку. Бренд Mills славится не только своим качеством, кстати, у них все сумки из натуральной кожи, но также эксклюзивностью, то есть каждая сумка будет выходить в ограниченном количестве, только по 50 штук. У них есть гарантия целый год на сумку. Я очень люблю уникальные сумки и в этот раз решила, все, хватит с меня черного цвета, заказала в очень красивом, теплом, карамельном, бежевом цвете. Классно то, что сумку можно носить как и в руках, так и на плечевом ремешке, для меня это было очень важно. И отдельного внимания просто заслуживает фирменная подарочная коробка, я просто лично обожаю очень красивую упаковку, там есть и пыльник, и пакет. И в подарок каждой сумке идет специальный, стильный и практичный съемный держатель для очков. Для меня это сейчас просто находка, потому что после того, как я узнала, что очки на волосах это моветон, их вечно некуда положить, теперь все проблемы мои решены. Ну и конечно, у меня для вас есть скидка в 10% на все изделия бренда Милс по промокоду Анастасия. В этом году дизайнеры также предлагают обратить внимание на модели сумочек с леопардовым, крокодиловым и со змеиным принтом. Такие модели смотрятся очень интересно и станут яркой изюминкой в образе. Особенно такие принты стильно смотрятся на популярных микро и мини сумочках. Зимой, правда, я бы советовала носить такие микро и мини сумочки сразу с базовой сумкой, то есть сразу две. Потому что эти мини и микро сумочки на фоне объемных пуховиков и дубленок, шуб смотрятся немного нелепо. Это, кстати, касается стильных ошибок, я вам как-то еще расскажу обязательно в следующем видео более подробно. Поэтому я советую вам носить такую двойную комбинацию сумок. К тому же это в тренде сейчас. Такой себе сет сумочек. Одна на работу, вторая для вечеринки после работы. Также в холодный сезон актуальны дутые и стеганые модели. Но вот сочетать их лучше не со стеганым пальто и пуховиком, а с элегантным классическим пальто или деловым костюмом. Сумки Хоба. Еще одна трендовая модель в этом сезоне. Это мягкие и эластичные сумки, похожие на мешки с ручками. Обычно в них нет каркаса, а форма напоминает полумесяц или сделанное в виде мягкого квадрата. Остаются с нами в тренде сумки-шоперы. Теперь поговорим немного об аксессуарах, которые не только нас украшают, но и греют. Итак, в тренде палантин. Если кто не знает, это такой длинный широкий шарф прямоугольной формы. Он незаменимый для холодного сезона. Это также очень универсальный аксессуар, потому что можно его надевать и на волосы, на голову, и просто накинуть на плечи. Много разных способов, как его носить. Модят, как и спокойные однотонные палантины, которые я советую подбирать под цвет верхней одежды, чтобы получился такой монохромный лук. Но особенно актуальны яркие, необычные, красочные такие палантины с геометрическим принтом. И это отличный способ разбавить свои скучные повседневные образы. Сейчас я особенно советую присмотреться каким-то ярким, интересным палантином, шарфом. Вот такими вот маленькими аксессуарами можно не только согреться, но и сделать образ более интересным. Возможно, каким-то дизайнерским аксессуаром, если вы хотите выделиться среди толпы и быть более стильно и интересно. Я себе, кстати, таким уже обзавелась от одного популярного дизайнерского бренда Лигвиани. Для меня это очень необычный цвет. Если вы смотрите мои видео, то знаете, что у меня достаточно базовые все вещи. Но я специально взяла такой цвет, чтобы разбавить все эти образы и придумала множество крутых вариантов, как можно носить обычный вот такой вот кашемировый палантин. Покажу вам обязательно в следующем видео, как его можно надевать и с чем сочетать. Следующий тренд это меховой шарф. Достаточно необычный и стильный аксессуар. Такой шарф не только согреет, но и сделает образ неповторимым и очень стильным и интересным. Имеется, конечно, в виду искусственный мех. Если вы умеете красиво комбинировать цвета, то почему бы не взять какой-нибудь более яркий меховой шарф. Еще один новый очень интересный тренд это шарф-пуховик. Это такой же шарф, только наполненный синтепоном или пухом. Вот он однозначно нас согреет. И это очень стильное и интересное решение в холодный сезон. Также обратите внимание на шарфы и палантины в модный принт клетка. Не знаю, как вам, но для меня лично такая клетка ассоциируется сразу с уютом, теплом, какао, камином и мандаринками. И какое-то настроение сразу такое рождественское, новогоднее и праздничное появляется. И, наверное, стоит также упомянуть, что бы стоило спрятать свои шкафы подальше. Это такие вязаные снуды, которые мы часто в прошлых сезонах надевали сразу и на голову, и покрывались им как шарфом. Сейчас они менее актуальны, вернее, они уже совсем практически вышли из моды. Можно увидеть их, конечно, на улице, но это не значит, что они в тренде. И последний пункт, на котором я сегодня хочу остановиться, это головные уборы. Итак, самый актуальный головной убор это шапка Бинни. Это действительно, наверное, самая универсальная шапка, которая подходит и мужчинам, и девушкам. Подходит всем и комбинируется с любой верхней одеждой, поэтому если вы возьмете такую шапку, то однозначно не прогадаете. У меня таких целых три. Не знаю, зачем мне их целых три, наверное, потому что мне больше ничего не идет. Вот такая вот бежевая, в цвете хаки, и также где-то черная лежит. В тренде береты, шляпы и панамы. Наверняка вы уже видели весь инстаграм, все ходят сейчас в этих панамах и шляпах, и это действительно смотрится очень красиво и стильно. Но я считаю, это не очень практичный головной убор на зиму, потому что все-таки в нем не сильно тепло. Это такой себе фэшн, головной убор, да, в нем можно выйти, когда на улице где-то плюс 5, плюс 7, но смотрите, не простудитесь. Я советую все-таки иметь в запасе хорошую какую-нибудь шапку, которая наверняка вас согреет, или как минимум капюшон на вашем пуховике. Разве что вы найдете модную меховую или стеганую панаму. Такие аксессуары сейчас тоже очень популярны. И снова в моде платки, красиво повязанные на волосах. В таком головном уборе вы автоматически становитесь самой элегантной девушкой. Этот универсальный головной убор можно сочетать с шубой и тренчем, косухой. Я советую присмотреться к кашемировым платкам, вот таким вот, как в принципе я себе купила. Я думаю, я его буду носить и как головной убор, и как в принципе палантин. Почему кашемировым? Потому что именно такой платок вас однозначно согреет. Ну что ж, я надеюсь, я ничего не забыла, все вам рассказала. И очень надеюсь, что это видео вам понравилось и было полезным. В следующем видео обязательно вам покажу классные приемы, как можно стилизировать свои зимние образы, немного разбавить их и сделать более интересными. Поэтому не пропустите, и до скорых встреч. С вами была Анастасия Кривицкая, очень люблю вас, очень соскучилась. Пока!